Танцы, песни, угощения и весна в душе. Вот главные атрибуты Нового года у тюрков и иранцев. 20 килограмм на 300 человек, 30-50 человек в Татайе. С одним-два словом это скреть свой, я не могу рассказать. Главные угощения на Майдане – плов, чей рецепт держится в секрете. Пока в Таджикистане угощают, в Турции играют мелодии Истамбула. Башкиры на Наврузе встречают гостей в национальных костюмах, а азербайджанцы делятся своей культурой и ремеслом. На праздники пробуждения природы сегодня тысячи горожан. Пришли, принимают участие в конкурсах, мероприятиях, дегустацию проводят. Это показатель того, что Навруз становится не только азербайджанским, не только туркоязычным, но и общероссийским праздником. Кыргы, заафганцы, туркмены в Казани гуляют и веселятся десятки национальностей. История Навруза уходит корнями еще в 7 век до нашей эры. Это праздник, который объединяет, знакомит с древней традицией, культурой мусульманских народов, иранских стран, где этот Навруз очень широко как Новый год отмечается. Новым годом Навруз считается по астрономическому солнечному календарю. Я ощущаю себя как дома. Тут отмечают так же, как и у нас, соблюдают все традиции. Нам нравится, очень хорошо. Нам тоже в Иране есть. Еще спасибо вам за праздник. Все понравилось, все замечательно, красиво, красивые наряды, вкусные запахи, все очень замечательно. Навруз у тюркских и иранских народов – это день пробуждения природы. И кто знает, может именно он наконец и принесет в столицу весну. Елена Веселова, Салават Мухаммадуллин, Ринат Сафин, ТНВ, Казань. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова